Девушки отдыхают 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 Это естественно, и он это знает, и я это знаю. Да, он мне симпатичен. Я ничего про него ни плохого не могу сказать сейчас. Но он настолько интересный, что смеется. Я знаю, что ты об этом знаешь. Говори, 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 кто тебе нравится. Скажи мне, кто тебе нравится, и я на тебя буду слушать. Как ты думаешь, что ты не нравишься всем другими глазами? Просто, когда я это поняла, для меня особо это был шок. Да? Сашка тебе нравится? Сильно тебе нравится Сашку? Да. Ага, так, значит, это неспроста. А ты не нравишься, как чувствуешь? Нет. Не нравишься? Ну, поэтому он никогда больше не нравится. Может, мы сделаем интригу какую-нибудь? Зачем тебе надо интригу? Зачем тебе? Не надо ничего делать. Скабой, как все будет. Я завтра, я решила, за кем я уже завтра встану. За кем станешь? За Сашником? Давай. А я бы встал за... За Сашей. За Сашей. Фу. Презренная. Фу. Презренная. Фу. Презренная. Я спрошу, как он к тебе относится. Не надо ничего спрашивать. Ах, не надо? Степ, ну я тебе просто ничего. Ты хочешь любовь построить или дом выиграть? Ты хочешь любовь здесь найти? Тогда вперед. Завтра тебе придется сделать выбор. Я уже выбрала. Ты уже выбрала? Кого ты выберешь? Стаса. Стаса. То есть вы себе завтра заявите, как пара? А можно заявлять? Да? Ну конечно, да. А ты этого боишься? Потому что ты хочешь его еще раз проверить, да? Ну как бы не еще раз, а хочешь проверить. А почему ты в нем не уверен, скажи мне, пожалуйста. Я знаю, например, что с ним после проекта у нас не будет никаких предложений отношений. Почему? Просто он мне не сможет, например, такие вещи сказать, которые бы я не знала. Он мне не сможет ничего научить. С чего ты взяла? В плане, чему ты хочешь, чтобы он тебя научил? Ну, не знаю. Не сможешь с ним обсуждать всякие вот моменты, которые меня интересуют, да? Чем отличаются там, ну, в плане образования. Тебе в этом плане сложно, да? То, что молодой человек у тебя глупее. А как собеседуем? Кто тебе интересен нашим выбором? Александр. Юлидов. Тебе нравится, как собеседник или как мужчина? Собеседник. А если бы у тебя был выбор между, если бы Саша был свободен, если бы у тебя выбор был между Стасом и Сашей, как бы ты выбором? У меня не выдыхается. Слушай, вот смотри, как ты думаешь, солнце искренне относится к Саше? Нет. Мне кажется тоже, что нет. Нет. Я это знаю. Ну, Сашка, все нормально у тебя? Нет. Почему нет? Ну, потому что не нормально, что ли? Нет. Из-за Сашки. Он сам совести-то по-другому. Ну, сегодня мы гладили Лену по голове, например. Понимаешь? Мы, ты имеешь в виду, мы вдвоем были? Да. Не Лена. Скотина. А вы как-то с ним точно перевели? Да. Я не верю. А что с ним будем делать? Сама представим. Вы прикалываетесь над обстановкой, над мобилировкой. А дальше что? Дальше как бы все пройдет, это там первый день. Ты чего хочешь? Что есть на самом деле? Ну, что ты молчишь? Я не знаю, чем мы будем там заниматься. Я знаю, что домик нам необходим, потому что сразу решился вопрос, могу ли я вообще находиться вместе с этим человеком. Нет. А если вас запрет, там тоже на день, как он сказал. Я не знаю, вот это интересно. Раз, два, три. Там есть кусок седа. Я живи! Я живи! Я живи! Ах-х-х, ал-х! Ниже! 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 Еще ниже. Вот. О, черт. О, да, Е, А. Моя накляния, у нас это фантастирш. О, Беби. Не знаю, может, отложение солей какое-нибудь. Чуть-чуть еще ниже. О, оно у всех есть. Еще ниже. О, Беби. Все, теперь погладим. Там. Угу. Угу. Не, оно так сильно погладится, но не так, как сейчас. Вот так просто, да, вот так. О, да. Е, Е, Беби, Е. Все только начинается, значит... Е! То, что она еще не определилась и может ищет кого-то действительно себе достойного. Меня никто не любит, меня никто не ждет, потому что я жирный урод. Уж на 10 течет, а не по статистике 9 милья. Ну что ты разу не делаешь? Все, давай. Давай, позови. Так, и что? Позови ее, давай, Ресю. Скажи, вот ваше дело на миллион. Быстрее, 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 быстрее. У меня, я волнуюсь. Раз, два, три, четыре. Все, уйдите, сгиньте в туман. Все, все, уходи, уходи, не сюда уходи. Носи, уходи. Наталья, я вам четыре. Вау! Тебе цветочек только подаришь. Ну, подожди, цветочек пока, ладно, потом подаришь. Вау! Вот так. Куда мы идем? На стройку. На стройку иду. Нужно же быть ближе к телу, так скажем. Ближе к делу. Будете сидеть и любоваться на ваш будущий домик. Так, Ольчи, садись. Морожное. Морожное. Классно. Это тебе? Спасибо. Вырву буквально вот в лесу. Я голубыстренько. Все, я вас оставляю. Удачи. Ты меня удивляешь. А что за меня? Думаю, дай-ка что-нибудь придумать. Помнишь, как-то на второй или на третий день, или на четвертый, ты меня познал. Там была клумба, написано, была Оля. Да, она была такая. И ты мне, кажется, предложил. Ты помнишь? Да. Ну, повтори сейчас. Я тебе предложил стать моей спутницей. В жизни. В жизни? Уже в жизни? Что-то затронуло это. Немножко, немножко. Ну, немножко. А теперь я по-другому думаю. Соткарин пошел какой-то. Правда? Я думаю, что нам можно попробовать. Да, ты что? Да. То есть, ты согласна? Ну, мы вместе, да. Мы объявим, что мы с тобой пара. Да. Ну, просто я пыталась туда-сюда. Я сама не люблю неопределенность. Ну, я в тебе это заметил. А еще как заметил? Не люблю. А почему ты мне выбрал? А не, вот, например, Сюта. Все-таки он такой тоже галантный. Он сегодня тебя пригласил там на свидание. Уютный. Он умный. Ничего не говорю. Он умнее. Без базара. Может, опытнее в чем-то. Ну, в чем-то я опытный. Почему? Я? Потому что. Ну, почему, скажи. Мне интересно. Чего? Ну, ты мне нравишься, потому что это все. Я думаю, о доме не надо ничего говорить, потому что, ну, вряд ли. У меня, главное, не дом. Ну, ты. Приятно это слышать. Мне приятно говорить. Вот и поговорили, да? Обещались. Мы сегодня обсуждали, да, просто Бородиной. Все с Бородиной началось. Если бы она так и не сказала, я бы ни за что не задумал, что я не плохой был уходить. Она говорит, я тебе не приставаю уходим, но тебе ни за что не хватит силы воли. Нужна какая-то система, нужен специалист. И когда спросили, а кто бы тренировал, кто вот, кому бы ворочим следить за тем, что ты уходил. И вот она. Типа, Оля будет делать из меня чулка. Ты не должен ради Оли делать. Ты должен прежде всего ради себя. Я не могу ради себя. В том-то это проблема. Что? Мне нравится быть таким. Единственная причина, я, наверное, не нравится. Из-за здоровья-то, из-за причины, из-за которой ты можешь быть худым, из-за которой хорошо быть худым, это здоровье. У нас сегодня будет очень серьезное событие, очень торжественное. Мы открываем наш третий пятизвездочный домик. Давайте поаплодируем. Ну что, новые жильцы, пойдемте, будем открывать ваше новое жилище. Давайте его пометим. Да, да, нужно же пометь с логово сначала. Да, сейчас можно торчим там. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. Ну что, входите, ребят. Надо внести на руках. Ну как вам? Вау. Ребята, вы видите, в африканском стиле, так сказать. Вот это ваша фамильная фотография, видите, мы уже повесили. Сдвигать кровати будете? Да. Да? Ну давайте сдвигайте тогда. Давайте сдвигайте, конечно же, прям сейчас. Конечно. Все нормально. Все. Все. Ну хорошо, кровати уже сдвинуты, теперь дело осталось за главным. Сдвинуть дело. Давайте, да, оставим наших ребят на 5 минут, выйдем, пусть они здесь освоятся, обживутся, поделятся впечатлениями. И мы вас ждем, ребят, буквально через 5 минут на лобном месте. 5 минут, 5 минут. Африкан. Да, все, что меня касается, да, все, что тебя касается, все только начинается. Да, значит... Африкан. У тебя с Солнцем, Макаши, они надолго, они серьезные? Они могут быть серьезными, но и могут распаться. Не знаю. Мне нравятся наши отношения. У меня не было такого опыта общения. С предыдущей девушкой не было такого опыта общения, как с другой. Слушай, ну это эксперимент получается. Ну да. А чувства? Мне правда, вот честно, у меня есть проблема, в принципе, можно это назвать проблемой, что там испытать любовь какую-то для меня сложную. Потому что я такой, как бы, разумный. Ну ты же не любишь Солнце, правильно? Ты просто к ней еще, как бы, ну, пытаешься интерес, скажем. А любви-то рано говорят. У нас... Причем у нас так... Была влюбленность, на самом деле. Ну куда она делась? А она делась, не знаю пока. Ты ухаживал за Ольгой? Ты пытался... Ну вот, забыл за Ольгой. Почему Солнце вдруг начало ревновать? Она тебе понравилась, как девушка? Я мог бы ухаживать за Ольгой Бузовой. Если бы не было Солнца. Но я этого не делал, да, если бы не было Солнца. Но я этого не делал, потому что, как бы, для меня важнее отношение с Солнцем. А чисто поиграть бы в флирт, я бы с удовольствием. А у тебя есть влечение к Солнцу? Как Коле Бузовой? Нет. Одна, десять, девчонок. По статистике, девять, ребят. Так, понятие, там же дяденька управляет. Ну, за пять минут вы не управились, я смотрю. Что тебя касается, прямо на другое. Или не касается. Или не касается. Ну как вам, ребята, как вам ваше новое жилище? Рассказывайте. Все ли понравилось? Опробовали ли жесткость матраса? Давайте микрофон дадим ребятам. Ольга, дай, пожалуйста. Еще один давай быстрее. Как кровати, как... Нам больше всего аквариум понравился. Там человечки. А ваш фотопортрет? Да. Вы счастливы? Да. Надо не так отвечать. Вы говорите, мы счастливы. Жень, скажи напутственную речь нашей новой паре, пожалуйста. Ну, я желаю, чтобы... Нашим сперекам так объяснить. Нет, нашим умничкам, самой умной паре, не обидеть другим сказано. Ну, они так думают просто. Не буду их расчаровывать. Я хочу сказать, что не оглядывайте ни на кого, не смотрите никуда. И делайте там свои эксперименты друг над другом так, как вы хотите. У нас будет все хорошо. Стас, я хотела тебя спросить. Вот скажи, вдруг Ольга примет решение в твою пользу. Вы станете парой. Ты готов будешь бороться с кем-то из уже проживающих в пятизвездочном домике за право заселиться туда? Ну, я думаю, это не главное. Мне достаточно того, что у нас будет единое чувство. Я буду этому рад. Степ, а ты тоже занимаешь такую пассивную позицию? Я не собираюсь воздушить что-то там... Ну, что, если у вас что-то сложится, то тебе, в общем-то, не нужно абсолютно... Да, у нас сегодня с Ольгой было свидание, где я почти уверен, что скоро придется бороться домик. Ты будешь бороться? С кем? Степ, ты боишься? Я не могу работать с ними. Почему с ними? Почему бы нет? Ты считаешь, самой слабой парой Роман и Лену, но они женаты? С ребятами, с Оскаром можно, с Ольгой пожили, и хватит сюда и другим пожить. А Сашу с Солнцем пока не трогают? Ну да, пусть пока поживут, конечно. Ну, а я хотела бы другую тему затронуть. Тему свиданий Ольгиных. Это вообще отдельная тема. Ольга успела на свидание и со Степой сходить, и со Стасом сегодня она с Женей ходила. И с Женей. Оля, как-то объясни свою позицию. Подожди, а сначала давай Стас спросим, как он на это все реагирует? Ну, в принципе, я в какой-то степени понимаю прекрасно, и сам в этом был в школе. Что ты понимаешь? Ну, то, что она еще не определилась, и может ищет кого-то действительно себе достойного. Ну, понятно. Ольга. Какая у тебя тактика, Ольга? Давай про твою тактику. Нет, у меня нет никакой тактики, просто Стас забыл еще кое-что сказать. Нет, это скажет Оля. Давай, Ольга. Все опять вернулось к тебе. Да, ладно, я скажу. Мы сейчас, здесь, в эту минуту, объявляем себя парой. Степ, прокомментируй ситуацию. Тут ты говорил о пятизвездочном домике, о заселении, а тут видишь, как все круто повернулось. Ну что же, молодцы, я очень рад за них. Ты будешь продолжать бороться, или ты отойдешь в сторону? Не знаю. Можно я тебе покажу? Можно? Да, конечно. Я хотел что сказать. Я не чувствую никакого соперничества, и не чувствую игры проиграл, потому что играть с чувствами нельзя никогда. Я, ну, ни для кого не секрет, и что я Ольгу люблю очень сильно. Как известно, что в последнее время, последние несколько лет я жил по принципу, меня никто не любит, меня никто не ждет, потому что я жирный урод. Так вот, здесь я понял, что из этой фразы следует убрать слово «жирный», как основной отталкивающий фактор. И поэтому с завтрашнего утра я начинаю работу над собой и своим телом. Под моим контролем. Под контролем девушки, которую я люблю, проводить свое тело к атлетическому состоянию. Поскольку за 21 год я свой мозг куда-то привел... Главное, чтобы, Женя, у тебя была сила воли, я еще раз повторяю. У меня сейчас нет силы воли, а есть сила любви. И есть, я думаю, что есть поддержка еще 15 человек. Я считаю, что это поступок очень достойный и сравнимый разве что с прыжком в бассейн холодный. Давайте поаплодируем, Женя. Сегодня Саша, Нелидов и Солнце покинули общежитие, чтобы начать совместную жизнь в третьем пятизвездочном домике со всеми удобствами, предназначенном как раз для таких вот влюбленных пар. Ну а завтра наши девушки снова выберут тех, кто им нравится. Кто-то скажет, что девичий поцелуй – это пустяк. Но в нашем телепроекте это самый верный знак внимания и симпатии. И я уверена, что каждый из парней дорого бы дал за один единственный поцелуй. Увидимся завтра на канале ТНТ. Это был телепроект Дом-2. Построй свою любовь.